Постклассическая эпоха доколумбовых цивилизаций Из цикла Древние цивилизации На территории Южной Мексики, Центральной Америки, Перу и Боливии в 1200-х годах, когда ацтеки, инки и майя уже почти заканчивали свои культуры, войдя в постклассическую фазу, развелись такие цивилизации, как Чиму и Чанкой. Народы, стремящиеся к урбанизации, строили города вокруг политико-религиозных идер, состоящих из пирамид, храмов и правительственных зданий. Городские районы населяли не только правители, но и ремесленники и духовенство. Культура Чиму В Перу, в долине Моче, зародилось королевство Чимур со столицы Чан-Чан, жителями которой был народ Чиму. В столице объединились в один комплекс 10 цитаделей, посвященных всем правителям династии. Жители украшали стены своих зданий глиняными рельефами с растительными и мифологическими мотивами. Чимур произошел от остатков цивилизации Моче, поэтому искусство Чиму, особенно керамика, напоминало искусство Моче. Кроме изысканного мастерства обработки золота, серебра и меди, Чиму знамениты своей монохромной керамикой. Изображали сидящего или стоящего на кубовидной бутылке человека в доспехах и украшениях. Особенностью керамики была черная мерцающая отделка, созданная путем обжига в закрытой печи при очень высокой температуре, что предотвращало реакцию кислорода с изделием. Формы керамики народа Чиму были весьма разнообразны, но самое широкое распространение получили шаровидные емкости с изображением животных и людей, а также вазы-свистульки, состоящие из двух сообщающихся благодаря трубке сосудов. Они также изготавливали золотые погребальные маски, надевающиеся прямо на лицо умершего, а также украшения из цветных перьев, которые использовали для церемоний. У Чиму было развито текстильное производство, о чем свидетельствуют хлопчатобумажные одежды, найденные в гробницах, а также вуали из дамасских тканей и парчи. Города-цивилизация Чиму имели двойное назначение, одни использовались в качестве военных и стратегических центров и характеризовались укреплениями, а другие выполняли роль церемониальных поселений, состоящих как из домов и больших кварталов, так и складов, кладбищ и пирамид, отделенных друг от друга стенами высотой до 12 метров или садами. Система акведуков, связывающая города с близлежащими реками, снабжала водой жилые кварталы и сельскохозяйственные террасы. Основными видами деятельности народа Чиму были ремесла и металлургия, а также рыболовство на прочных тростниковых лодках. Кроме сельскохозяйственных террас, сооруженных в городах, жители могли заниматься земледелием только в оазисах, так как их территория, простиравшаяся примерно на 1300 километров, была почти полностью пустынная. Им удавалось выращивать в основном картофель, хлопок и папайю. Религия Чиму основывалась на культе луны и божеств, управляющих атмосферными явлениями. Море было важным богом-защитником мореплавателей. Во время церемоний божествам предлагалось множество фруктов и принесения в жертву людей и животных. Археологи обнаружили останки 140 детей, ставших частью массового жертвоприношения, а также 200 лам, убитых во время религиозных церемоний, направленных на милосердие после великого наводнения и на плодородие земли для определения времени и составления календаря Чиму использовали созвездия Плеяд. Испанские конкистадоры украли и переплавили многие ценные предметы из гробниц правителей Чиму, а столица Чан-Чан была завоевана инками. Цивилизация Чанкой С 1000 по 1470 год вдоль центрального побережья современного Перу в некоторых долинах, таких как Лурин, Римак и Челен, развивалась доколумбовая цивилизация Чанкой, возникшая после падения культуры варей. Народ Чанкой образовал небольшое региональное государство, построив централизованную политическую структуру. В пустынном районе с несколькими плодородными территориями, омываемыми реками, чанкайская культура развила сельское хозяйство и имела интенсивные торговые отношения с соседними регионами. Экономику поддерживало и рыболовство, развиваясь параллельно с сельским хозяйством. Инженеры строили оросительные каналы и сооружали искусственные водоемы, торгуя с другими культурами как по суше через джунгли и перуанское нагоре, так и по морю. Жители поселений занимались кустарным производством текстиля и керамики. Керамика изготавливалась в основном для некрополей в виде кувшинов с широкими горлышками и продолговатых ваз в форме животных и птиц, статуэток с изображениями женщин и мужчин с поднятыми руками. Поверхность керамики была не гладкая, а шероховатая, расписанная черным цветом на светлом фоне. Текстильное производство чанкой находилось на высоком уровне благодаря передовым технологиям. Шерсть ламы перерабатывали с перьями и хлопком, изготавливая сумки, одежду и погребальные маски. Основными мотивами были рыбы, птицы и геометрические узоры, натуральные цвета ткачей брали из природы. Большое значение имели цветные перья, пришитые к тканям, благодаря которым в одежде создавалось множество комбинаций. В сухом климате ткани сохранялись очень хорошо. В сочетании с изысканностью ткани, естественностью форм и простотой характеризовались деревянные скульптуры с морскими мотивами. Из дерева народ чанка изготавливал также инструменты для текстильной работы, рыболовной и сельскохозяйственной деятельности, предметы для обозначения социального статуса и религиозный инвентарь. На мумии самых важных людей надевались деревянные маски в виде некоторых божеств или особо почитаемых предков. Для гробниц в земле выкапывали прямоугольные ямы и вместе с умершими клали туда подношения в зависимости от их статуса. Для простых людей подношения были в виде орудий труда, тканей и сельскохозяйственных приспособлений, а ямы были неглубокие. При захоронении важных особ их могилой глубиной около трех метров укрепляли глиной и деревянными шестами, а подношения состояли из золота, серебра и керамики. Некоторые районы цивилизации Чанкая в 15 веке были завоеваны Чиму, а инки оккупировали их территории около 1450 года. Культура Чанкая пришла в упадок, уступив место империи инков, расширившей ее территории. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Josh Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.